Здравствуйте! Почему и ради чего человек может однажды оставить успешно построенный бизнес? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель, пастор Юрий Михайлович Волобоев. Юрий Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Спасибо вам за приглашение. Юрий Михайлович, у вас было такое состояние, и просто ли это было для вас оставить вдруг бизнес и пойти выбрать все-таки линию священнослужителя, выбрать это направление? Кажется, что это очень непросто, потому что для мира нашего сегодня и для современного времени бизнес кажется, что это ощущение свободы, что это безграничный горизонт возможностей, что это открытая площадка для самореализации. Но это как бы, знаете, как реклама. С другой стороны, те, кто профессионально погружен в ту или иную деятельность предпринимательскую, могут сказать о том, что есть масса побочных факторов, которые не дают так сильно себя реализовать, и это не всегда безграничные возможности, но, да, это очень большая ответственность и много с этим, что с делом связано. Поэтому иногда, да, человек устает. Кто-то говорит о том, что для бизнесмена предельный срок – 10 лет, когда у него наступает профессиональное выгорание и желание сменить деятельность. Иногда люди меняют радикально. Что касается меня, то, наверное, тоже я достиг этого момента, 80 лет занятия этим делом, после чего, в общем-то, пришел к Господу. И не то чтобы как-то для меня это было сложное решение, оно было естественно. Я открыл для себя новый мир, которым я полностью захватил, который для меня был очень интересен, яркий. И я стал погружаться в глубины мудрости библейской. И для меня это стало большим, чем просто желание что-то строить, ремонтировать. Так вот, на том уровне, которым я занимался. У вас бизнес был связан именно со стройкой непосредственно? Да. В эти лихие 90-е моя предпринимательская карьера началась с того, что мы изготавливали строительный материал, то есть керамидистые бетонные блоки. А потом мы пришли к строительству, а потом мы пришли к крупным заказам, по капитальному ремонту. В общем, я был связан со всем этим направлением. Отлично. А вот, смотрите, вы росли с мамой, то есть, получается, мамой воспитывались, а в полтора года, когда вам было всего полтора годика, папа вас оставил. И вот насколько для вас вот это время было тяжелым? Вот расскажите немного об этом. Ребенок не ощущает тяжести жизни. Он всегда счастлив, когда его любят. Мама воспитывает или мама и папа. Только потом ты ощущаешь в более зрелом возрасте недостаток чего-то внимания. Наверное, я ощутил, что мне чего-то недостает именно тогда, когда создал свою собственную семью. То есть вот здесь я понял, что образа отца нет у меня перед глазами. То есть, ну, в принципе, я его и не видел. Я привык к жизни. Я видел ее, как вот нас мама воспитывала с моей родной сестрой. Вот это была моя модель семьи. Оказалось, этого мало. Вот еще раз скажу, что потребности в отце я осознал только, когда, собственно, создал свою семью. Да, это вот для меня, я вдруг увидел, что есть большие пробелы, где-то в понимании отцовства, в ответственности отцовской. Мне пришлось многому чему учиться фактически. Да, у вас мама, она вдобавок работала еще в медицинской сфере. И получается, что часто она отсутствовала дома. И почему я назвала это время все-таки тяжелым для вас? Потому что, мне кажется, оставаться зачастую одному дома, это наверняка больше вас привело к самостоятельности. Можно так сказать? Ну, у меня была бабушка, которая была рядом, старшая сестра, которая старшмена, 7 лет. Но на самом деле, да, то есть я как бы с детства фактически уже учился самостоятельности и ответственности за свои решения. А вот смотрите, вы с детства очень разносторонний человек. Это игра в футбол. Вы часто бегали на улицу с мальчишками, играли в футбол. Также я знаю, что вы играли на фортепиано и до сих пор играете на фортепиано. Занимались бальными танцами, очень много читали, даже раскопками занимались в свое время. Вот расскажите, как вот это все можно было объединять в себе, вот эти разносторонние все направления, как вообще так складывалось? Это все-таки вот в воспитании мамы больше сыграло роль? Или как-то сами все-таки это все выбирали? Ну, конечно, когда я был в первом-втором классе, мама вдруг решила сделать из меня музыканта. И отправила меня в музыкальную школу. Это было ее решение. Я не скажу, что как бы это для меня было, знаете, таким восторгом. Тут надо было гамма играть, произведения заучивать, экзамены сдавать. Но для мальчика и подростка, значит, музыка не в приоритете. Я тут еще занимался еще и дзюдо, на самом деле, кроме всего этого. А для мальчика интересен, конечно, спорт. То есть футбол – это страсть. То есть у нас класс был очень спортивный, школьный. Кстати, профессиональные футболисты вышли из нашего класса. Поэтому мы участвовали в соревнованиях, в школьных, в региональных по футболу. Вот я участвовал. Соответственно, спорт для мальчика – это как бы самореализация где-то. Но и просто интересно. Мы были действительно такие увлеченные спортсмены. Потому что, я не знаю, до определенного возраста, чуть ли не 25 лет, я мог назвать имена всех футболистов фактически известных. Все сборные, до более того, команды высших лиг европейских стран. Это было такое профессиональное погружение в спорт в свое время. Да, вот попутно, кстати, занимался баллиминтанцем. Но мне это понравилось, конечно. И тоже мы участвовали в концертах. Это было интересно. В школу пришла тренер, женщина. Пригласила. Красивую картинку нам нарисовала. Чему мы научимся. Поскольку я музыкой занимался, все-таки мне это было где-то… Мне просто стал это интересно попробовать. Я попробовал. Долгое время танцевал. В танцевальном ансамбле. Выступали мы, еще раз повторюсь, с концертами. Ну, так вот жизнь протекала. Было много свободного времени. Да, и тем не менее, когда вы из армии пришли, вы все-таки выбираете путь бизнесмена. Почему? Это 90-е годы. Мне кажется, это повальное увлечение. Я не знаю человека, который бы не пытался заниматься бизнесом, на самом деле. То есть мне было 20 лет. Это такая романтика. Такие серьезные, знаете, изменения в стране. То есть рушился СССР, Советский Союз, его устои. Мне удалось поработать и при Советском Союзе. То есть трой путь вообще на заводе начался, на самом деле. В качестве электрика, да, и различных профессий даже. Ну, а потом, когда все это вдруг начало рушиться на моих глазах. Кстати, участвовал во многих событиях лично. Я даже был на баррикадах при штурме Белого дома в Москве. Да, вот. Видел танки, которые там стояли перед парламентом. Ну, это романтика, да. То есть я вообще, наверное, человек такой романтичный достаточно. У меня было всегда интересно поучаствовать в каких-то таких значимых событиях. Ну, а как же пройти мимо бизнеса для человека, который погружен в романтику? У нас были свои иллюзии. Вообще, как бы, мы считали, что весь мир, он достаточно узок и тесен для нас. Достаточно сказать о том, что это такая очень интересная история. Я в 22-23 года открыл предприятие, на самом деле, свое. Значит, вообще, так сказать, порой не понимая там многих вещей в жизни, да, и особенно в бизнесе. Ну, в принципе, страна в целом не понимала, что такое бизнес. Это были кооперативы для знающих людей 90-го, 91-го, 92-х годов. Это самое начало, это начало-начал. По сути дела, где и отчеты финансовые стояли все лишь из двух страничек, на самом деле. В общем, тогда это легко было скрываться и все это дело вести. Но дело не в этом, а дело в том, что я подрядился на постройку кислородной подстанции для одной из больниц. Мне интересно, что профессиональные строители отказывались от этого объекта, а я решил все-таки это осилить, причем не понимая, во что я ввязываюсь. Можно сказать, что вы не боялись рисковать? Абсолютно не боялся рисковать. Как оказалось, это сложнейшее инженерное сооружение, которое приносило не очень много денег, но очень много проблем и головной боли, потому что там повышены опасности сооружения, своими нормами доступа, допусков и так далее. И по незнанию, то есть то, что вот этот предел риска, наверное, для меня был понижен, но мы ввязались в этот проект. И что самое интересное, построили ведь, сдали, и до сих пор это подстанция кислородная стоит. Потрясающе. Юрий Михайлович, а подскажите, вот благодаря чему так успешно в 90-е вы брались вот за такие проекты, реализовывали их, благодаря чему? Подскажите. На тот момент вряд ли, что я мог вам сказать, почему. Только позже гораздо я понимаю так, что изначально, с самого детства, меня Господь ввел все-таки. Почему? Потому что родился все-таки я в христианской семье. Так вот, мой дедушка был нерукоположенным служителем православной церкви, он был старостой церкви. Поэтому вот с самого детства, мама меня отправляла всегда в деревню на лето. Значит, я рос, когда люди читали Библию, дедушка читал Библию. Два раза в день молились. И опять же, на меня это повлияло, потому что я начал молиться, когда мне было 5 лет фактически. Но когда уже вырос, то есть я был и пионером, и комсомольцем, в общем, как обычным советским человеком. Наверное, какую-то религиозность я не осознавал уже в таком подростковом возрасте. Все это пришло гораздо позже. Но вот я думаю, что Бог допускал в моем случае все эти моменты. Ну, это были какие-то этапы, были становление, образование, формирование личности. То есть постепенно Бог вас ввел? Да. Отлично. Мама ваша посещала церковь, и вы также посещали церковь вместе с ней. Вы приходили и читали газету в стороне. А подскажите, вот вы читали газету, приходили просто, как бы проводили так время? Или по другой причине все-таки? Эта газета была «Спортэкспресс», поэтому я вам говорил, что я был человеком, который профессионально был погружен в футбол. И поэтому я всегда читал «Спортэкспресс», я покупал все новые номера. И для меня, ну, для обычного светского человека в тот момент, я уже шел в церковь, да, где, которую посещала моя мама. У меня было для этого свободное время. Ну, а вот, проходя мимо газетного ларька, как было не купить свою любимую газету. Поэтому я с газеты заходил в церковь, садился на заднее, на стульчик на заднем ряду. У меня была интересна проповедь, я вам скажу. А все-таки интерес был, да? Интерес был очень большой, потому что, опять же, все это Господь так усмотрел в моей жизни. Первое мы посещение церкви адвентистов седьмого дня, как раз-таки было в среду, когда проповедовал один из служителей церкви. Его проповедь, не скажу, что была такая вот прямо очень глубокая или яркая, но, наверное, яркая все-таки, да. Потому что до сих пор я ее запомнил, она была первой. Она настолько меня своей простотой и яркостью затронула, да, что он просто одну мысль провел, вот, между добром и злом, нет нейтральной зоны, вы или на стороне добра, или на стороне зла. И я как-то задумался, вы знаете, думаю, а где же я? Да, это было интересно. И я стал приходить, вот, в субботу приходить слушать, что говорит служитель церкви с кафедры. Я очень мало понимал субботнюю школу, там были слова непонятные и мысли такие, знаете, для меня, для вполне светского человека это было как-то так далеко все. А вот проповедь, да, она была жизненной, близкой, вот, поэтому я как-то старался, ну, вот, слушать, приходить. То есть интерес все-таки у вас постепенно вот этот вот стал возрастать. А вот в это непростое время, в 90-е, казалось бы, все было хорошо, все у вас шло замечательно, можно сказать, в бизнесе постепенно вы росли. Ну вот расскажите мне историю про вашего друга, который однажды вас подставил, вас предал, использовав печать вашу, и, соответственно, вы задолжали крупную сумму денег организации, которые вы совершенно не знали. Ну, вы знаете, такие истории, они уже, наверное, рядовые. Любой предприниматель совершает в жизни ошибки, это часть его обучения. Ну, естественно, рядом с нами наши друзья, которым мы доверяем, они или партнеры по бизнесу, или просто у нас в команде, да, то есть у каждого предпринимателя есть своя команда, на самом деле, если такой достаточно будет крупный бизнес. Ну, и да, в моей жизни тоже такое произошло. Приятель мой попросил помощи в оформлении документов. Но поскольку это товарищ, я ему вполне доверял, как самому себе, но вместе мы многое что делали, у нас было общение неформальное, да, то есть, да, я ему дал пустой бланк предприятия с моей росписью и печатью, чтобы он оформил, да, то необходимое, необходимые документы. А вот, а выяснилось совершенно другое, когда он там просто подписал текст долговой расписки, вот, и отнес это дело в суд. И, конечно, для меня это было просто действительно таким шокирующим событием. Не в том, что это такая была, знаете, махинация или удар в спину, хотя это все так и было, да, а прежде всего, что это же товарищ, вот, с которым, извиняюсь, мы там несколько лет, много лет, да, были вместе, общались с семьями, да. А, как бы, его жена, да, он же там, вот, женился-то при мне, собственно говоря. И, ну, знаете, вот это было такое... Что вы испытали? Ну, для меня, наверное, даже не потеря денег является или являлась большой проблемой, поскольку потеря отношений. Вот, все-таки для меня отношения всегда, наверное, были больше, чем деньги. Вот, и поэтому, когда вот это все произошло, я вдруг понял, что я потерял человека, да, то есть... И вообще, то, что человек это может сделать, да, то есть это, конечно, было потрясением достаточно большим. Да, целый год мы там ходили по судам с ним, а потом как-то все это очень быстро закончилось. И вот это, конечно, для меня был очень большой духовный опыт, я вам скажу, потому что... Но я, как бы, сразу понял, что я совершил ошибку, я пошел к юристам за консультацией, что же мне делать. А они говорят, ну, это же твоя подпись, да, то есть печать твоя, да. Ну, все, плати. Говорят, нет таких денег. Ну, что, надо другими путями решать эту проблему. Ну, а пути, конечно, лежали за гранью закона, все пути решения этой проблемы. А я уже ходил, более того, я уже был крещеный человек, то есть я уже принял заезд с Господом, чрезводное крещение. И я, как бы, понял, что я-то на многое уже не смогу пойти, да. Я не знаю, пошел ли бы я на какие-то, так сказать, действия вне закона, когда был, когда еще не ходил в церковь, ну, не знаю, не могу сказать, да. То есть история, как говорится, слагательного наклонения не имеет. А вот здесь я понимал, что, да, я, как бы, живу в церкви, я с Богом, да, то есть, и там совершать какие-то действия вне закона для меня уже невозможно. А что остается? Легальных путей решения нет, значит, нужно платить деньги. Ну, да, той суммы денег у меня не было, на самом деле. А тогда оставался единственный путь, это молитва. И я, как бы, вот, каждый день, мое утро начинало с молитвы, Господи, как-то помоги мне выпутаться, вечер заканчивался тоже с молитвой. И на протяжении этого года было много заседаний судебных, когда там вот нас вызывали, мы давали объяснение, человек давал объяснение, свидетели даже какие-то появлялись. А, значит, человек, конечно, рассказал бы мне все самое плохое, что во мне есть, насколько я ужасный человек. Вот. А я просто молчал в этот момент, сидел, значит, ну, я как-то и не поворачивался, ничего плохого сказать об этом человеке, об этой ситуации. Но единственное, что я заметил, и судей сказал, что, посмотрите, что расписка написана, собственно, рукой не моей. Почерк, в общем-то, это не мой. Да, в роспись моя, печать моя. Да, я ошибся. Да, я доверился человеку. Вот. Ну, и все, собственно, что я сказал. А потом, через год, я уже, конечно, от этой духовной борьбы подустал, вот, и говорю, господи, ну, что делать? Ну, если уж надо платить, значит, вот, тогда помоги мне решить проблему и с деньгами, да, то есть. И вот мы собрались на это судебное заседание, где судья, в общем, отверг иск по определенным правилам, да, то есть, законам Российской Федерации, и все, и дело было закрыто. Мы не ожидали ни он, ни я такого исхода после года разбирательства. Это для меня было большим, все же таки, духовным уроком, насколько Господь, вот, любит, защищает, даже в самых сложных ситуациях жизни. Можно, наверное, даже сказать, что это был год духовного роста вашего. Наверное. Хотя, конечно, я могу сказать о том, что не всегда это было таким уж, знаете, ростом с положительными эмоциями, вот, с хорошим настроением, такой, да, большой год духовной борьбы. Вы простили этого товарища? Да, вот, кстати, вы знаете, вот это было самое, еще одно откровение, когда, вот, мы встретились уже позже, кстати, он пошел, подал еще в высшие инстанции. Ну, там все было очень быстро, в течение 20 минут все закончилось. Просто так же подтвердили, что иск не будет рассматриваться, значит, ну, и все, как бы, тема закрылась, прошло время, там, тоже еще около, может быть, там, 5-7 месяцев. И мы с ним встречаемся, вот, ну, все знали, что я хожу в церковь. И он мне спросил, ты что, типа, в Бога ударился, так интересно выразился. Я говорю, ну, не знаю, но в церковь хожу, говорю, вот, крещение принял, и вообще, вот, там, и там. Хочешь, говорю, приходи, вот, тоже очень интересные мысли можно подчеркнуть. Вот, но, знаете, вот, я вдруг увидел в глазах, что называется, раскаяние. Ну, вот, какое-то сожаление, а ведь глаза – это зеркало души, да, и вы видите настроение. Я действительно увидел такое какое-то глубокое сожаление внутри, он ни слова не сказал, вот, и все. И у меня не было ни агрессии, ни какой-то обиды, я вдруг понял, что, да, действительно, Господь велик, Он может и примирить людей на самом деле. Вот, я так понял, что человек все-таки понял свою неправоту. Это очень важно, что он осознал. А в те годы также существовало такое явление, как рэкет, и это также вас не обошло стороной. Скажите, как вам удалось выйти из тех сложных ситуаций? Ну, опять же, для предпринимателей-бизнесменов в 90-х, в общем-то, это понятие достаточно близкое, потому что эти ребята спортивного вида знали всех предпринимателей-бизнесменов, а предприниматели-бизнесмены знали всех спортивного вида ребят в городе. И, в общем, где-то всегда эти пути пересекались, так или иначе. Ну, таков был тот мир на самом деле. С кем-то мы дружили, да, то есть с кем-то мы не дружили. Значит, это всегда было очень интересно. Да, ну, когда спортивные вида ребята подъехали однажды с просьбой о деньгах, так очень убедительными просьбами, здесь, конечно, стало очень волнительно. Но опять повторюсь, что эти ребята подъехали к моменту, когда я уже ходил в церковь. И назначили день, встречи наши, так вот я уже такими литературными словами говорю, да, есть ли это другие слова. Я уже, вот, кстати, этот момент побудил меня в стоять на колене, потому что в церковь-то я ходил, да. А сказать, что я там сильно молился, ну, я вот стоял, как и все вроде, вот, молятся, молятся, но вот переход к той самой личной глубокой молитве у меня, на самом деле, не состоялся. Вот в чем дело. Я читал книги христианские, Библию читал, в церковь по субботам ходил. А вот, а чтобы вот стоять на коленях перед Богом, еще не стоял, на самом деле. И когда эти ребята приехали с просьбой помощи денежной, вот, соответственно, вот это был момент такой очень интересный, когда, ну, во-первых, денег-то у меня не было, да, как обычно, когда тебя просят, у тебя их нет. И отдавать ты, отдать ты не сможешь, да, нужную сумму денег, вот. А что делать, да, то есть ситуация такая сложная. Вот я здесь вот в первый раз, здесь, наверное, уже в зрелом возрасте, когда я встал на колени, да, то есть перед Господом, сказал, Господи, помоги мне из этой ситуации каким-то образом выйти, да. Это было очень интересно, что… Это впервые, да, вот такой вот у вас, ну, позыв, да, вот такой был обратиться к Богу? Или уже ранее были такие молитвы? Да, кстати, ранее были, гораздо раньше было все это. Вот, но, видите, когда, опять же, повторюсь, да, я был вполне светским человеком-то, вот, в такие вот подростковые годы и в юношестве, были моменты, когда, там, я Богу обещал, Господи, я к тебе приду, пожалуйста, помоги, там, вот. Я, там, ну, как я понимал, что значит прийти к Богу? Свечку ему поставить, да, то есть я обещал, Господи, я вот тебе обязательно свечку поставлю. Вот, ну, соответственно, когда я из сложной ситуации вышел, я никуда не пошел, и свечку никакую не поставил. Вот, а потом, знаете, что стало происходить в 90-е годы? Мои друзья стали обращаться к Богу. То есть я учился в институте на тот момент в Астраханском, и мы так слышим, что кто-то принял крещение, один, другой, третий. Это было так интересно, я вам скажу. А потом ко мне подошел мой однокурсник в городе, и говорит, ну, он как-то странно выглядел, так, очень, очень смущенно. Говорит, можно я тебе что-то подарю? Я еще так удивился, говорю, так, ну, конечно, дари, ты что-то такой смущенный, значит, ну, я говорю, я хочу дать тебе необычный подарок. Так, ну, хорошо, давай. Он достает из дипломата, Иван Глитана, значит, если вы помните такую синенькую книжицу, вот. Я взял с удовольствием, говорю, такая причина твоей вот этой вот неуверенности в чем-то. Конечно, спасибо за подарок. Я даже начал читать. Ну, правда, опять повторюсь, для меня вот эти первые шаги были сложными. И то, что я прочитал, я ничего не понял. Но понял, что это об Иисусе Христе. Поэтому, конечно, Господь все эти, как сказать, годы-то работал, да. Вот. И звал к себе через вот друзей, через вот эти подарки книг духовных, да, которые все-таки у меня в руках были. А вот когда уже, ну, на самом деле мама меня начала звать церковь, значит, я вот стал посещать проповедь, да. То есть это уже как-то было все это осознанно. Это как вот уже кирпичики, которые складываются в некую стену. А когда же эти ребята приехали с просьбами о деньгах, да, то есть здесь уже, как бы, ну что, нужно что-то было решать. Здесь уже надо было делать какой-то, знаете, такой уже ответственный шаг именно к Богу, да. И вот я встал на колени. Это была моя первая молитва. Ну, как сказать, уже в сознательном возрасте, да. Что, Господи, помоги мне вот, собственно, из этой ситуации выкарабкаться. Еще когда они приехали, все ребята приехали, я еще, на самом деле, не крестился. Ну, в церковь-то ходил по субботам. Причем пастор, который приехал, священнослужитель, он так был удивлен, что я, оказывается, не крещеный человек. Как? Он говорит, ты каждую субботу в церкви. Я говорю, ну, вот так ходить хожу, говорю. Но, собственно, не оформил отношения. Значит, и вот эта встреча с ребятами. Самое интересное, что я уже был готов, я молился эти два дня до той самой встречи. А они не приехали. Я их сознательно ждал. Значит, выглядывал в окошко, ну, когда же не приехали, они не приехали. Вот. Ну, думаю, что это ошибка. Хотя, зная, что эти ребята никогда таких ошибок не совершают, в назначенное время они всегда приезжают. Вот. На следующий день я все еще оставался дома, молился и ждал, когда они приехали. То и опять не приехали. И только на третий день я понял, что они не приедут. Это для меня было такое освобождение. А что вы почувствовали, когда вы в этом увидели ответ Бога? Я сказал, господи, ты есть на самом деле, да? То есть, на самом деле ты есть. Я же понимаю, что Бог есть, но как бы ты вот он такой, знаете, большой и всемогущий, а я-то вот такой маленький и никчемный. А то, что вот он такой большой, знает меня маленького, да? То есть, это, конечно, повлияло. Вот. Для меня это было такое большое откровение. А как повлияло это на вас, как на личность и на ваш бизнес в целом? Ну, вы знаете, опять повторюсь, наверное, да, что от бизнеса ты начинаешь уставать. Когда начинаются проблемы с твоими друзьями, когда начинаются проблемы в отношениях, да, то есть, когда ради денег ты вдруг видишь, как люди готовы на самом деле пойти на любое же преступление. Что-то отжать, что-то украсть. И ты, если этим долго занимаешься, то неизбежно, неизбежно перестаешь категорически доверять людям, причем любым. Поэтому предприниматели, бизнесмены, которые в этой сфере себя реализуют более чем 7-8 лет, его уже пару-тройку раз очень сильно кинули, значит, и поэтому у него нет ни родных, по сути дела, ни близких, ни друзей. Так по-настоящему. Может, кто-то и есть, но, скорее всего, что с ним дела он иметь вообще не будет, да? А доверие возвращается потом к людям? Это сложный процесс на самом деле, потому что ведь это же травма. И когда я вдруг увидел других людей, я еще хотел бы сказать, что когда я стал приходить в церковь, послушать проповедь, то для меня эти люди были интересными, то есть христиане. Они постоянно улыбались. Они все были в каком-то веселом настроении. Но это Астрахань, это лето. Достаточно солнечные вообще люди, так сказать, южные, они очень эмоциональные. Но тем не менее, да, то есть, представляете, 90-е годы, там, зарплату задерживают по полгода, по году. А здесь абсолютно всем довольные люди, которые песни поют, причем трезвые, да, то есть, что самое интересное. Потому что как-то вот в нашем сообществе, в России, песни-то поют, когда выпьют, да. А здесь гимны интересные, да, вот я так все со стороны наблюдал, смотрел за этим. Ну, и я скажу, что мне это понравилось, на самом деле. То есть, тебе хорошо там, где ты среди людей с хорошим настроением, да, которые, причем не хотят тебя как-то обмануть, да, вот. Ну, тут моя мама была, да, то есть, сразу подошло очень много людей, там, которые, оказывается, знают меня по имени, да, через мою маму. Вот. Вот. Все это было вот так интересно. Доверие возвращается, конечно. Доверие возвращается. Слава Богу. Юрий Михайлович, а почему Вы выбрали однажды именно путь священнослужителя? Опять-таки, здесь тоже очень интересно, потому что я-то не планировал быть священнослужителем, но, находясь в церкви, так или иначе, я был приобщен к служению в церкви, да, то есть, я разные, как бы, служения нес, значит, и участвовал в ремонте, да, на нашего молитвенного дома. Мне очень нравились книги, я очень любил читать с детства, поэтому как-то сразу литературное дело влиялся, да, то есть, распространяли книги, то есть, посещали различные дома и квартиры, ездили с группой, значит, распространителей христианских книг. Это было интересно, да, новые встречи, знакомства, мы о книгах говорили, мы их читали, нам они нравились, вот, да, и книги-то были интересные, они очень интересные, они о смысле жизни говорят, да, то есть, о здоровье, да, то есть, есть книги, так сказать, о каких-то там семейных вопросах, да, то есть, поэтому нам было что предложить, и мне это было, это было интересно. Но скажу вам, что больше всего, все-таки я полюбил священное писание как таковое, вот, оно для меня как-то открылось, и мне хотелось все больше и больше, значит, что-то здесь узнавать. Поэтому я покупал все новинки, которые у нас выходили в издательство «Источник жизни», вот именно о Библии, да, то есть, и там, я не знаю, куда мы ездили, другие города покупали, выписывали там на озоне, вот, на том, вот, все больше и больше погружаясь в текст. Все больше погружаясь в этот древний мир. И неизбежно на каком-то этапе, ну, я узнал существование Завковской тогда Духовной Академии, вот, и мне предложили поучиться, вот, но как-то моя первая там поездка не состоялась. Но все-таки я туда поступил, и я хотел поучиться, именно углубиться в знание священного писания. Почему вас оно так привлекло? Еще и, наверное, потому что к нам приехал студент на практику, заокчанин, и он привез для нас совершенно другой мир, да. Мир библеистики, академического знания, Евангелие от Матфея, которое для нас открылось в своей красоте и глубине, оно никак не соответствовало тому нашему знанию, а к этому моменту я уже, наверное, там уже около шести лет был в церкви, пяти, наверное. Вообще мы знали, мы думали, что мы все знаем, да, оказывается нет, и для нас это было откровение, и как-то вот мы захотели дальше продолжить, работать в этом направлении. Поэтому я поступил, поступил на заочное отделение, и те лекции, и что самое интересное, значит, как раз-таки Евангелие от Матфея, оно было из первых предметов. Наталья Личневича Щеглова преподавала нам, все, я безумно влюбился в этот предмет, значит, были там предметы из Ветхого Завета. Ну и, соответственно, проживал я опять-таки с парнем, молодым человеком, который учился уже на пастырском факультете, очное отделение ЗОК, тогда Духовная Академия. Ну и мы обсуждали то, что я услышал, то, что я когда-то читал, и он предложил мне, а почему тебе не перейти именно на научное отделение? Ну мне было уже 33 года на тот момент, я говорю, как мне вот учиться, я уже в принципе не студент, возраст-то не студенческий. А он говорит, так, а мне тоже 33 года, он был моего возраста, а у нас, говорит, учатся здесь ребята старше нас еще. Для меня это было большое удивление. Но я написал заявление декану с просьбой все-таки перейти на научное отделение, и его удовлетворили это заявление. Я приехал, но все еще я для себя не решил, что я буду все-таки пастыром. Все еще во мне это жила любовь к священному описанию, к тексту, к древней истории. Но первый курс я закончил, закончил очень хорошо. А когда пришел ко второму курсу, то выяснилось, что за нас оплачивали спонсоры. Значит, выяснилось, что тот спонсор, который нам оплачивал обучение, он не сможет больше оплачивать. Более того, он первый курс мне не оплатил. И стал вопрос вообще, в принципе, о возможности дальше учиться. Меня зарегистрировали на условии, что я найду себе оплату. Значит, я написал во все церкви мира. Я в Америку, и в Британию, и в Австралию, и куда-то к ней написал. Значит, на английском языке я верил так, что сейчас найдутся деньги. Вы сами лично, да, рассылали эти письма? Конечно, да. Я рассылал эти письма через своих знакомых. Значит, никакого ответа нет. И тут вдруг мне говорят о том, что есть руководитель... Ну, в этот момент в городке студенческом присутствуют руководители Уральской церкви. И они готовы со мной пообщаться по этому вопросу. Наше общение состоялось, оно было достаточно коротким. Но, тем не менее, как-то я себе рассказал. Они говорят, ну, хорошо, ты готов у нас быть пастором. И тут я как-то, что называется, споткнулся. То есть, а я кто, в общем-то, в будущем? А напомню, что все-таки, занимаясь служением, я все еще где-то занимался и стройкой. То есть, мой бизнес-то не закончил. Кстати, я хотела еще спросить у вас. Вам же поступило предложение от вашего друга, от партнера под бизнесом. Внутри возникла дилемма? Конечно, большая. Я встал на распутье, куда же мне двигаться. Тем более, что товарищ мой стал очень большим руководителем администрации. Значит, и здесь стал вопрос, куда двигаться. Но вот как-то перевесило желание исследования священного писания. Мне больше хотелось. Но все еще, наверное, не было желания именно быть пастором. Я не знал, что это такое, в принципе. То есть, для меня это была тема новая. А вот то, что мне хотелось бы изучать священное писание, то да. И мне хотелось бы работать именно в этом сообществе. Только это вас привлекало? Ну, это уже много. Это уже было для меня много. Да, поэтому я сделал выбор. И стал обучаться в Заокске. И принял решение все-таки. Ну, уж коли я здесь учусь, то, наверное, я все-таки буду совершать служение пастору. А не было у вас мысли, к примеру, параллельно вести деятельность? Это невозможно. Потому что все это время я параллельно вел деятельность. То есть, где-то с книгами участвовал, ездил, распространял. И продолжал свою предпринимательскую деятельность. Я скажу вам, что сидеть на двух стульях очень сложно. И я ни там не был, ни там не был. В итоге, в общем, Господь все усмотрел для меня. А предыдущий опыт, он вообще помогает уже в жизни священнослужителя? Опыт бизнеса? Ну, это же общение с людьми. Это решение сложных вопросов. Конечно, помогает, потому что в целом личность растет. Когда я общалась с вашей супругой Татьяной, потрясающей женщиной, и она сказала такую очень интересную фразу, которая глубоко мне откликнулась. Люди не нуждаются в вас, они нуждаются в Боге, который живет в вас. А вы так же думаете? Конечно. Потому что верующий человек – это человек, в котором живет Бог. С которым живет Бог. И человек живет в Боге. Это, может быть, сложные фразы для понимания, нужно здесь много что сказать. Но тем не менее, мы люди достаточно слабые сами по себе, без Бога. Совершающие ошибки, с негативными эмоциями. А те люди, которые вокруг нас, они бы хотели действительно увидеть свет, понять что-то очень важное для себя. Соответственно, может быть, углубиться в священное писание, потому что это книга мудрости для нас. И это то, что мы можем им сегодня дать. И здесь они нуждаются, конечно же, в том, что, во-первых, в нас воспитал Господь. Они нуждаются в той мудрости, которую нам открыл Господь. Люди вокруг нас нуждаются в жизненном опыте, но только вот с той точки зрения, как нам. Через что нас провел Господь, да, то есть, и вот действительно, люди нуждаются в Боге очень сильно. Через нас. Они это видят в нашей жизни, в нашем образе мышления, общении или нашей поддержке? Вы знаете, есть очень интересный момент, когда для себя я решил, что я так вот среди своих друзей, да, много говорить о Боге не буду, потому что мои друзья меня не поняли, пытались меня отправить в психологу, сказать, что, ну, как-то странно, ты вот попал, куда ты попал, там, вы знаете, там спиртное не употребляют, да, то есть там еще что-то не едят, какая-то реформа здоровья, и для них это все было очень сложно. Ну, объяснять мне не хотелось, потому что, ну, когда тебя видят немножко так больным человеком, это вот в отношениях дружеских не совсем, значит... А тем более, когда вы были успешным бизнесменом, да? Да, да мы просто были друзьями, значит, и поэтому я решил, да, я ничего особо говорить не буду, ну, вот с ними они выпивают, я нет, общаемся, ну, ваши друзья, куда-то на рыбалку поехали, там, еще куда-то. Я вдруг увидел интерес через некоторое время, когда они меня перестали воспринимать как больного человека, но они смотрят, что-то о чем-то поговорят, а я реагирую, отвечаю, знаете, постоянно как бы испытывают, так, там, по тому или иному вопросу, но потом вдруг понял, что я нормальный все-таки человек, да, то есть, ну, вот просто верующий, странно, а потом начались вопросы, да, то есть, а потом как-то... И все равно их это интересует, вот, ну, как это вот быть верующим, ну, как, что с тобой произошло, тем более-то на моих глазах это все, что происходит. Вот, поэтому, да, тут очень-то очень интересный опыт. Ну, вот для них наверняка пример, хороший пример сейчас на данный момент. Не знаю, мне сложно сказать, потому что очень давно я уехал из родного города, вот, вот, но то, что они видят жизнь, то, наверное, да, они мало понимают эти глубокие библейские тексты, язык сложный, да, то есть, все-таки нужна определенная подготовка, а они видят человека, который живет согласно своих убеждений, и, значит, вот эта жизнь, да, то есть, она их привлекает теперь. Я думаю, что я в умах очень многих зародил вопросы. Да, слава Богу за этот путь, за эту удивительную историю. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и рассказали нам о своей жизни. Спасибо вам за такую возможность. Успеха можно достичь в разных сферах жизни, но когда жизнь теряет смысл, именно Бог помогает обрести его и двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok